Всем здравствуйте! Поставьте, пожалуйста, плюсики от меня. Слышно? Слышно меня? Вообще не слышно. Сейчас. Так лучше? Сейчас нормально, да, слышно? Все, хорошо, тогда будем начинать. Сегодня я буду рассказывать про свою историю роста. Я не буду сегодня рассказывать, как конкретно я там рекрутирую, как было на прошлом вебинаре. Сегодня я просто расскажу свои шаги к уровню директора. Если есть новички, которые не знают, с чего начать, сегодня я не буду именно подробненько все рассказывать, как именно работать. Сегодня я буду рассказывать больше про себя. Мне 27 лет, живу я в небольшом городе Ильичевска, Одесская область, курортный город у нас, прямо возле самого Черного моря. У меня двое дочек, Ксюша и Катюша. Старшие дочки сейчас 4,5 года, младшие 2 годика. Это я с мужем, со своим Александром. Начинала я тогда, когда я начала работать, моей младшей дочке было только исполнился 1 годик. Да, они очень похожи. Когда я только начала работать, младшей дочке был 1 годик, а старшей была 3,5. Поэтому, когда иногда говорят, что у меня маленький ребенок, и я не могу работать, не очень в это верится, потому что при желании можно найти время на работу даже с девочками, с детками. Поэтому было бы, как говорится, было бы желание. До Reflame, где я только не работала. Тогда, когда, ну еще, я такой человек очень доверчивый, поэтому меня очень, как бы, часто обманывали вообще по жизни, очень, очень часто обманывали меня. Во время учебы в университете я работала промоутером на акциях, потом в рекламном агентстве. Бывало, что мне не платили за те акции, на которых я там училась. То есть, потом после университета, бабахнуто, был 2008 год, бабахнул кризис, устроилась я только на работу в военкомат. Устроилась на должность декретную, но опять же, говорю, как был кризис. Вот, через 3 недели девочка, которая была в декрете, ей пришлось выйти на работу, потому что мужа сократили с работы. Естественно, что, как бы, меня уволили из-за того, что вышел основной работник. Но военкомат даже тогда сказал, ты не уходи, вот, потерпи немножко, я тебе переоформлю на другое. На другое предприятие, но ты будешь работать у нас. Так я проработала у них еще полтора месяца. Меня никто, даже в военкомате, даже в государственном учреждении меня смогли обмануть. Никто меня никуда не оформил, и я ушла. Потом уже, сидя в декрете, мне было, вот, с первой дочкой, когда я сидела в декрете, мне было скучно все время сидеть дома и ничего не делать. И я лазила в интернете, искала, где чего можно заработать. Пробовала, как, наверное, многие, пробовать там кликать там по всяким разным там баннерам. Вот, все остальное, да, запись я включила. Вот, естественно, что за эти клики там никто ничего не платил. Потом я нашла, как вариант заработка копирайт, писать статьи на заказ. Вот, тут, да, мне платили, но писать надо было, приходилось много. Вот, а дочке тогда, вот, старше ей было 9 месяцев. Ну, вот, ну, так, по 100 долларов я вытягивала с этой работы, но времени уходило много. Потом я решила сделать свой сайт. Вот, сайт был, тоже, как бы, тоже был про деток. Я тогда всегда писала про детей. У меня, как бы, был ребенок, как бы, маленький. Я всем-всем-всем интересовалась. Мы с ней ходили на всякие там занятия развивающие. Вот, и поэтому писала я все про детей. Вот, и на сайте я продавала ссылки в статьях. Вот, тоже, в принципе, как бы, работала, я потом уже забеременела вторым ребенком. Я работала и во время беременности, как бы, до самого-самого, как только рода, как бы, до самых родов. Вот, потом тогда, когда младшая дочка родилась, через месяц я опять начала писать статьи. Поэтому даже если месячный ребенок, и это тоже все равно можно работать. А статьи писать, как бы, потяжелее, чем их приглашать у нас здесь. Вот, потом я создала группу ВКонтакте, пыталась ее раскрутить, но там надо было много денег вкладывать, поэтому я ее немножко оставила. Потом опять мне предложили писать копирайт. Вот, там я писала очень большой текст. Вот, три проекта у меня приняли. Вот, а на четвертый проект, там, кто знает копирайт, и надо было написать 50 тысяч за неделю. Я писала чуть ли не днями и ночами, написала, и мне не заплатили за них. Вот, я была в очень сильном расстройстве. И вот 25 июня 2013 года Анна Черна пригласила меня в Арифлее. Вот, и я согласилась. Именно такой именно получился момент, что я очень сильно расстроилась из-за того, что у меня не приняли тот проект, потому что мне не заплатили. Вот, и так оно все было. Думаю, как это вот это вот можно дальше верить, как можно работать в интернете. Вот, и вот поступило такое предложение, и я согласилась на него. Вот, хотя я согласилась на работу в Арифлее не сразу, далеко не сразу. Вот, первый раз мне предложили еще в январе 2013 года. Вот, звук есть, нету? Есть звук, нет? Слышите меня? Есть? Ага, хорошо. Вот, на работу в Арифлее я согласилась не сразу. Сначала там я увидела у девочки в Одноклассниках предложение по работе. Вот, попросила у нее, чтобы она мне прислала более подробную информацию. Она прислала мне на почту информацию. Может быть, почему я еще согласилась была. Информация написана очень-очень сильно мелким шрифтом. Вот, особо не было именно какой-то там четкости, что именно конкретно надо делать. Увидела, что там написано Арифлейм. А как-то в голове были стереотипы, что как бы если Арифлейм, то это значит надо продавать по каталогу. И я отказалась. Вот, и потом тогда, когда мне уже предлагали, я отказ. Ну, просто отказ, я даже не спрашивала более подробную информацию. Мне тут пишут, что звук есть, попробуйте перезайти. Вот, и я вот тогда, когда уже Анна... Почему я согласилась тогда, когда предложила Анна Черна? Она мне не просила адрес электронной почты. У меня ссылочки на музыку нету, есть ссылка на само видео. Я могу скинуть ссылочку на видео. Вот, я даже сейчас могу скинуть ссылочку на видео, которое играло. И вот, почему я говорю, может быть, что меня именно так вот зацепило в предложение, когда мне предложила работу Анна Черна? Она у меня не просила адрес электронной почты. Я написала, да, напишите подробнее. И она сразу же мне отправила данные. Причем, что текст был такой короткий. Я сразу поняла, что закупки никакие не надо обязательные делать. Вот, что будет помогать, застроиться спонсорская ветка. И все, что мне надо, это периодически брать товар и приглашать людей. Вот, я подумала, как бы, ну, чем рискую, ничем не рискую. Вот, и решила попробовать именно себя в этом. Еще как раз вот до этого прочитала такое выражение, что настоящая женщина к 30 годам должна успеть стать заботливой мамой, любимой женой, успешной леди, верной подругой, чтобы после 30 гордиться собой и наслаждаться жизнью. Вот, мне тогда было 26 лет, и я думаю, боже мой, как же мне до 30 лет успеть стать успешной леди, если вот тут вот так вот меня везде обманывают. Вот, и тогда, когда уже решила, зарегистрировалась в Oriflame, я уже решила, что тут надо именно добиваться всего, чтобы тут стать успешной леди. Вот, потому что вроде бы как бы во всем параметрах проходила, а вот этот вот параметр никак не подходил. Вот, поэтому я решила, и я сразу же начала включаться в работу, я там нигде ничего не думала. Вот, после регистрации, тогда, когда мне прислали номер и пароль для входа, я зашла на сайт Oriflame, немножко растерялась, я не могла понять, что такое АББ, вообще, что оттуда делать надо, и как вообще именно на самом сайте работать. Вот, но я сразу же зашла, посмотрела, как сейчас помню, что мне нужно было детское масло, и тушь мне нужна была. Я сразу же зашла, посмотрела, добавила себе в корзину то, что мне надо было, вот, и 26 июня мне написала Наташа Качна, вот, и предложила свою помощь, вот. Большое-большое тебе, Наташа, за это спасибо. Вот, я ее достала вопросами, вот, она мне все по порядку, все рассказала, дала мне кучу-кучу информации, вот, и я начала, как бы, сразу там я получила по инструкции, что нужно создать странички, 4 странички для работы в Одноклассниках, вот, я сразу же создала эти 4 странички, сразу начала приглашать людей в друзья, и вот, как бы, самое-самое первое мое предложение, меня, как бы, очень некрасиво послали на 3 веселые буквы, вот, было, это вот самое-самое первое предложение, которое я отправила, вот, и я как-то так немножко, я еще потом дальше поработала с Одноклассниками, но так как привыкла к контакту, я решила, что, наверное, с Одноклассниками мне не очень удобно работать, вот, и я сразу же сделала через 3 дня работы, да, с Одноклассниками, я сделала 12 страничек ВКонтакте и начала активно работать там, вот, и на пятый день моего пребывания в компании у меня появился первый новичок, я очень радовалась первому новичку, вот, кстати, странички я тогда сделала, я не покупала тогда, я не знала тогда, что можно покупать странички, вот, не знала, что там про сервис SMS-REC, про это ничего не знала, вот, я просто взяла все свои номера, которые у меня было, два номера, у мужа, у родителей, у моих, у его, вот, и я набрала, в общем, себе номеров на 12 страничек без какого-то особого труда, на третий день я сделала вот свой первый заказ, да, может быть, с трех веселых, у меня самое-самое вот первое предложение, которое я отправила, мне не написали там просто нет, а вот сразу же поставили на 3 веселые буквы, вот, и как-то я вот перешла на ВКонтакте, и у меня ВКонтакте пошли регистрации и пошли хорошо, вот, у меня вот даже вот на пятый день тогда, когда у меня появился новичок, у меня не один новичок, у меня сразу три новичка появилось, вот, Вот, и мне понравилось, что вот хорошо, значит, тут у меня пошло, и я решила делать именно, работать именно ВКонтакте. Бывки своего активного первого ночка я нашла довольно быстро. Вот, я 25 июня зарегистрировалась, 7 июля я нашла вот Аню Морещук, вот, первый мой активный новичок. Вот, потом 19 июля Карина Коробец и 29 июля Маргарита Гречанная. Вот, вот, это вот мои активные, самые-самые первые активные девочки, они поддержали меня. Тоже начали, включились в работу, я уже поняла, что да, вот, у меня все получается, уже появились активные люди, значит, я на правильном пути, раз не верят. Вот, потом у меня регистрации у меня шли так хорошо, вот, и было по 4-5 регистраций в день у меня стабильно было, Но именно такие активные люди, у меня почему-то попала 29 числа Маргарита, и потом все люди попадались не очень активные, начинали работать, бросали работать. Но благодаря девочкам, благодаря спонсорской веточке у меня рост был, я росла-росла, но активных своих девочек было только трое. И только 29 декабря, это получается почти 5 месяцев, у меня не могла найти активных девочек, и появилась еще вот Надежда Кабрера. Потом 7 апреля Татьяна Трипаидзе и 24 мая Злобина Ольга. Постепенно появлялись уже активные девочки. Естественно, что у моих активных девочек тоже были свои, структура росла очень-очень сильно быстро. Как я именно работаю? Я работаю, как я говорю, только ВКонтакте. Блогом я не пользуюсь, работаю с помощью шаблонов. Я шаблоны пишу довольно-таки часто, и программки Ори Лидеру как-то. Вот я с самого начала привыкла к ней, мне очень удобно, что приходит регистрация. Так и удобно потом человека регистрировать. Сейчас у меня 38 страничек ВКонтакте. Предложения по работе я отправляю только тем людям, которые приняли предложение дружить. Я не отправляю тем, кто не принял. Людей я приглашаю с помощью программки ВК-бот. Но я не каждый день работаю со всех 38 страничек. 12 было сначала, да. Потом я стала увеличивать, увеличивать количество. Но я не каждый день обрабатываю все 38 страничек. ВКонтакте такая штука, что они очень сильно блокируют, если каждый день работают со странички. Поэтому у меня там примерно 13-14 страничек я добавляю. Обрабатываю. Потом следующие там 13-14 страничек. Но на каждую страничку захожу, проверяю странички я каждый день. А именно прорабатываю я примерно по 10-12 страничек в день я прорабатываю. И так вот 10-12 страничек прорабатываю. И сейчас вот 2-3 регистрации там. ВК-бот это программка такая. Ее можно скачать бесплатно. Вот даже в гугле ввести ВК-бот. И выберется самая первая программка ВК-бот.ру. ВК-бот это программка для быстрого приглашения людей в друзья ВКонтакте. Там за 3 минуты сразу же приглашается 50 человек. Не надо, мы задаем просто параметры для приглашения и добавляем. И там вы потом в новостях видишь, кто принял дружбу. И я уже потом отправляю предложение по работе. Если человеку интересно, то я уже отправляю более подробный шаблон. Да, это очень удобная программка. Поэтому всем советую ей пользоваться. Очень хорошо время экономят. Нет, отсылает. Оно там можно, чтобы отсылало само, но оно сильно блокирует. В Фейсбуке тоже можно работать. Но я, честно, не пробовала именно конкретно работать. Почему? Потому что в Фейсбуке более жесткие правила. Там если вы добавляетесь в друзья, и человек написал, что я не знаю вас в реальной жизни, то сразу же страничка блокируется. А вот с программкой очень удобно работать. Давайте я сейчас с шаблончиками делиться не буду. У меня тут немножко по плану другое. Поэтому давайте будем идти дальше. А потом с шаблончиками, если что, напишите мне ВКонтакте. Там Ольга Яковенко меня легко найти, и я поделюсь шаблончиками. Сейчас я расскажу про свой график работы. Именно это график работы летом. Я, по сути, я вообще сова, я всегда любила долго спать, поэтому в 10-30 это у меня только подъем начинается. И дети у меня такие же. Как капчу я плачу? Я сама или ввожу, или оплачиваю с помощью, есть тоже сайт Антигейт называется. И вот там вот его можно пополнить, 2 копейки стоит капча. Примерно на страничку уходит 10-15 капч. И я оплачиваю или так, или просто ввожу вручную капчу. Потом с 11-ти часов до 2-х часов это у меня домашние дела. Я там занимаюсь с детьми, или что кушать надо, готовить, убирать. Купить странички в Одноклассниках есть сайт тоже продаж.ру. Можно даже в поисковике ввести, купить готовые странички. И выдаст очень много вариантов. Так, вот с 11-ти до 14-ти это у меня домашние дела. Я тут занимаюсь или с детьми, или там нужно кушать, приготовить или убрать. Как бы это никогда эти домашние дела ни от кого не уходят. Потом с 2-х до 6-ти я работаю. Потом с 6-ти до 9-ти мы там тоже или с детьми занимаемся, или гуляем. Сейчас лето, поэтому гуляем дольше. Потом с 9-ти до 10-ти я опять работаю. А, тут немножко-немножко, не до конца у меня видно. Потом с 22-ти, примерно до 11-ти я укладываю детей спать. И потом уже с 11-ти до 3-х часов ночи я дальше работаю. Мне многие говорят, что я быстро гуляю. И потом, вот я обычно работаю часов до 3-х ночи. Для меня это комфортный такой график. Мне удобно работать, как бы, больше удобнее работать именно ночью. Я знаю, что ночью надо спать, но мне удобнее так вот я... Мне лучше поспать утром, чем рано лечь, а потом все равно не засну. И просыпаться в 7-8 утра, это для меня пытка. Поэтому я работаю вот по такому графику. Зимой, конечно, он немножко отличается. Зимой там уже чуть раньше встают, потому что зимой вечером уже в 6 часов уже точно с 6-ти до 9-ти не погуляешь. А гуляем мы днем уже. Ну, зимой немножко график отличается. Но все равно в сумме у меня получается работать примерно 8-9 часов я работаю. Да нет, люди не спрашивают, почему в 3 часа ночи сообщения присылаю. Есть уж тоже такие же люди, которые ночью им не спится. Но я стараюсь рекрутировать именно. Я стараюсь вот именно с 2-х до 6-ти. А потом я уже примерно с 9-ти до 10-ти отвечаю на те вопросы, которые я не успела ответить. А именно ночью я там делаю или там странички подготавливаю, свои новые странички их подготавливаю к работе. Или пишу там какие-то новые тексты. У меня там немножко вот именно ночью я рекрутирую редко. Еще почему редко рекрутирую ночью? Потому что контакт тоже бывает, если ночью проработаешь страничек 10, то потом все эти 10 страничек дружненько заморозятся. Поэтому я стараюсь так делать. Днем рекрутировать, а вечером уже на ночь другие там делать свои дела. С чего я начинаю в работу свою? Я сначала отвечаю на вопросы, потом раз в 3 дня я шевелю новичков. Есть некоторые новички, которые сами все спрашивают. Есть некоторые, которые там стесняются или еще думают. Поэтому я стараюсь там спросить, привет, как дела, получилось, что-то там получилось сделать странички. Ну, я спрашиваю, я даю задание, человек регистрируется, я его на сайте активировала. До зарплаты дойдем еще. Человек тогда, когда активировался, я его зарегистрировала, он активировался. И я даю первое задание, что нужно сделать странички для работы. Объясняю, для чего нужно сделать эти странички. Объясняю, где их можно сделать. И человек делает эти странички. Потом, если я смотрю, что он мне не отвечает. Нет, у нас не стреляют. У нас все тихо. Потом, если человек не отвечает, я у него спрашиваю, как там получилось сделать странички, не получилось сделать странички. Какая-то сложность возникла. Если, говоря, что получилось сделать странички, то человек, даю следующее задание. Дальше мы устанавливаем программку, вот эту вот ВК-бот. Потом дальше делаем ссылочку для регистрации. И потом уже человек начинает работать. Поэтому я вот стараюсь так новичков контролировать. Но если человек не отвечает, я у него спросила, там 3-4 раза, если он не игнорирует, я просто не трогаю. Я просто потом пишу ему, тогда, когда идет, он уже уходит на терминацию и все. На рассылке я подписываю сразу же, как только человек регистрируется, я подписываю на рассылке. Потом, когда подписываю, вот человек зарегистрировался, активировался, только после того, как он активировался и добавился мне на мою основную страничку, только тогда я уже подписываю его на рассылочке. Подписываю на рассылочке и приглашаю его в группу, там, где все по шагам рассказывается. Стараюсь так делать. Потом я еще стараюсь, что я сильно не люблю делать, как говорят, лягушка, я не люблю оформлять новые странички. Как оформить новую страничку, там нужно добавить фотографии, вступить в группы, все это сделать репосты на стену, чтобы страничка не казалась какой-то куцей. Потом я добавляю еще с помощью групп «Добавь друзья», я добавляю людей, стараюсь до 50 человек довести количество друзей, чтобы было в «Друзьях» у меня 50 человек, потом я страничку оставляю на… Как пользоваться программкой ВК-бот можно найти в интернете, там легко, там даже интуитивно можно понять. Когда скачиваете, вводите логин, пароль, заходится получается… логин, пароль от своей странички рабочей. Появляется такая панель управления, там нажимаем «Инвайтинг», 50 человек в «Друзьях», и там просто задаем параметры, выбираем город, с которым будем работать, возраст людей. И поехали. И оно добавляется, только периодически капчу вводить надо. Так, дальше. Оформляю я новую страничку. Что-то меня немножко выбросило. Сейчас есть звук. Появилась я. Чат отключен, да? Ага, все, есть. Хорошо. И потом, когда страничку я оформила, я ее оставляю, надо, чтобы она полежала там два дня, я с нее не работаю. Вот. И я начинаю рекрутировать. Ну, вот, как я и говорила, я рекрутирую, включаю программу VK-Bot и начинаю прорабатывать по очереди странички. За VK-Bot странички нет, не мор… О, господи. Что-то опять меня выбило. За VK-Bot меня не морозят. Сейчас появилась, да? Не знаю, почему там. Сейчас есть? Все, уже появилась? Все. Хорошо. Вот. Включаю программку VK-Bot, открываю сразу же несколько диалоговых окон в браузере Макстон я работаю, вот, открываю сразу несколько страничек ВКонтакте своих рабочих и начинаю приглашать. Вот. Приглашаю сразу же… Да, меня ботом… VK-Bot приглашает, да, приглашает людей. И я открываю как бы онлайн, у меня сразу же находятся три странички, три или там пять страничек, можно по-разному я смотрю. Вот. Я прорабатываю эти, приглашая людей. Сразу же тот, кто добавляется в друзья, там видно в моих новостях, я отправляю предложения по работе. Вот. И потом, если человек пишет, да, мне интересно, я отправляю более подробную информацию сразу же. Я не пишу, не прошу адрес электронной почты, я сразу же ответным письмом отправляю письмо, письмо более подробное. Ну и параллельно я еще общаюсь с командой, там, если задают вопросы, у меня моя основная страничка всегда открыта. Вот. И параллельно я отвечаю на вопросы, там, если появились какие-то у девочек, у моих. По мере необходимости я пишу новые шаблоны, когда я пишу новые шаблоны, если я вижу, что я там отправляю предложение и вот у меня не идут про регистрации, люди не соглашаются, то, наверное, значит, я думаю, что шаблончик устарелый, надо что-нибудь новенькое придумать, вот, и я придумываю какой-то новый шаблон, там, по-разному бывает, иногда раз в неделю, раз в две недели пишу его, вот, то я подготавливаю эти шаблоны. Или подготавливаю вебинар, или какой-то новый урок, там, пишу, или я снимаю обучающее видео, но это как бы уже так, по мере необходимости. Вот, так я вот строю свой график, строю таким образом. Сейчас я покажу свой рост, какой у меня был, как бы у меня, ну, довольно-таки стремительный рост был. Вот, благодаря Анне Черной у меня очень сильная была ветка, есть спонсорская ветка очень сильная, вот, поэтому рост у меня, как бы, был, ну, довольно-таки быстрый. Вот, вот зарегистрировалась я в восьмом каталоге, там я сделала только свой личный заказ на 39 баллов, вот, ну, и было 0%, вот, потом девятый каталог уже было 3%, десятый каталог мне не хватило всего лишь одного балла до 6%, вот было 4149 баллов, вот, было очень сильно обидно, знала бы, так и там было просто по международке, я смотрела, что баллы пошли, если бы знала, то сделала бы этот один балл сама. Ну, уже как было, так было, потом уже в одиннадцатом каталоге было 6%, двенадцатый каталог 9%, тринадцатый 12%, четырнадцатый, пятнадцатый было по 15%, шестнадцатый каталог 18%, и в семнадцатом каталоге я увидела 22%, потом в первом каталоге после, ну, новогодние праздники прошли, естественно, что заказы такие большие никто не делал, вот, в первом каталоге было снова 18%, как бы, упало. Ну, со второго каталога вот уже открыл, опять было 22%, и больше уже эти 22% не ушли от меня, вот, они уже шли. В третьем каталоге уже одна веточка отделилась, вот, и персональная группа вот у меня приносила 3555 баллов. Вот, сейчас пока, за десятый каталог пока еще не знаю, сколько там баллов будет у нас, ну, немножко, конечно, подкачала ситуация, которая вот у нас в стране, она немножко, как бы, затормозила рост, но тут уже такое, как бы, прорвемся. Как бы, главную ошибку, которую я считаю, ошибку, которую я сделала, то, что я тогда, когда начала работать, я сделала, как бы, всю ставку, я бросила чисто вот на работу только с Украиной. Вот, я начала сначала работать с Россией, но как-то у меня по Украине, я быстрее нашла активных людей, по России я зарегистрировала, сколько, около 5, по-моему, 48 человек я зарегистрировала по России, но там у меня как-то так вот, ну, не повезло, и ни один человек даже не сделал ни заказ, ничего, как бы, не делал, никто никакие вопросы не спрашивал, а по Украине рост пошел, и это баллы, мои баллы на слайде, вот, по каталогам. Групповые, да. Вот, и как-то вот я, из-за того, что Россия не пошла сразу, как-то я ее оставила. Теперь я жалею, что я ее оставила, сейчас я начала вести Россию, она у меня уже активно идет. Это, ну, уже как было, так было. Я считаю свою главную ошибку, то, что я сделала упор только на одну страну, надо было продолжать вести две страны, слайды нет, так, сейчас я, сейчас появились. Есть, видно слайды? Да. Вот, думаю, что вот главная ошибка, которую я сделала, это вот то, что бросила вести русскую ветку и взамен сделала еще одну украинскую ветку. Вот, по поводу зарплаты, вот, сейчас я включила. Единственное, что я, самая последняя зарплата у меня здесь не высвечена, не знаю, почему там не смогла, мне почему-то не выдалась выписка полная. Вот, вот, здесь первая зарплата нету, первая зарплата у меня была 4048 гривен. Вот, потом здесь заказы я делала, только в одном каталоге я не сделала заказ, это был 15-й каталог, там у дочки был день рождения, и сильно много было растрата, и у меня просто не получилось сделать заказ. Вот, а потом все остальные каталоги я делала заказы все время стабильно делала. Вот, один-единственный каталог, который я не сделала заказ, это был 15-й. Так, ну, вот, здесь вот, видите, тут премия была директорская, начисленная была вот в 1000 долларов, которые были 16 557 гривен, последняя зарплата была 5046 гривен. Вот, ну, примерно, как бы, сейчас вот за три недели выходит около 5000 гривен. Если сравнить с зарплатой, вот, та, которая у нас есть в городе, вот, у нас, как бы, город такой, как курортный, тут в основном, где можно работать, это порт, работать можно в порту, в порту зарплаты около 3000 гривен, 3-4 тысячи гривен, но это считается очень-очень хорошая зарплата, вот, и на такую работу еще надо устроиться, а как сейчас везде ведут сокращения, как бы в порт еще попробуй прорваться. Да, поэтому, как бы, в порту у нас, ну, тяжело сейчас устроиться в порт, вот, а так средняя зарплата по городу для вот женщин это 2000 гривен, вот, и так как бы, и больше особо, как бы, заработать, нет, вот, если зарплата на 3000 гривен, то все, там, ты уже крутой человек, если такая зарплата. Поэтому, я, там, Яковенко Ольга из Украины, Ильичевск, поэтому там есть, можно меня найти, я там одна. Вот, поэтому, как бы, да, есть к чему стремиться, как бы, но если вот сравнивать город, вот, у нас в городе зарплаты, то у меня, конечно, сейчас зарплата вообще очень большая зарплата. Вот девочки, даже те, которые в банках работают, у них, там, 3,5 тысячи гривен, и они работают по графику, там, с 9 до 7, вот, и, как бы, ради этого стоит поработать. Вот, еще я хотела вот сравнение, вот, недавно так, у меня было такое сравнение магазинов, у нас, мы вот в той квартире, где мы сейчас живем, мы живем 3 года, вот, недалеко от нашего дома, вот, есть наш любимый магазин, там, супермаркет, Копейка называется. Раньше все, 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 как бы, все, там, и крема, дезодоранты, гели для душа, я раньше все время брала там, вот, ну, и так мы туда ходим, постоянные клиенты, мы ходим туда каждый день, покупаем, там, все продукты, там, все остальное, мы там покупаем, как бы, минимум 100-150 гривен, там каждый день оставляем, как бы, на протяжении 3-х лет мы туда ходим, вот, естественно, что деньги никто там не платит, вот, никто ни за что деньги не платит. В Арифлейме, вот, я 1 год и 1 месяц, вот, здесь покупаю, как бы, те же, там, тот же гель для душа, вот, все то же самое, что я покупала, гель для душа, шампунь, там, средства для бритья, для мужа, для детей, там, те же, которые там масло надо, вот, все это покупаю тут, но тут мне еще и платят, вот, как бы, я видела, что какие сейчас, да, слайд был, какие деньги платят, вот, и поэтому можно, да, посмотреть, ну, есть ради чего, можно покупать, я вот даже сейчас, думаю, да, даже если бы, там, вот, не дошла до директора, да, за, там, сколько, там, за год, да, вот, даже если бы, что, там, за 2 года, вот, в этом, вот, копейки мы уже 3 года покупаем постоянно, день от дня покупаем товары, вот, и там никто не платит, а тут, в принципе, мы берем то, что надо нам, вот, и здесь еще и деньги платят, вот, такое мы, как бы, сделали сравнение, как бы, в пользу того, что, да, стоит здесь поработать, и, ну, что мы, покупаем себе, да и приглашаем особо, как бы, лопатой не махаем, вот, такое, как бы, вот, и мои любимые товары, ну, у меня, я беру все подряд, вот, все, что мне надо, я все беру, вот, как бы, этот уголочек ванной у нас там, вот, да, в одноклассниках я тоже есть, можно добавляться ко мне в одноклассники ВКонтакте, вот, уголочек от ванны я беру все, я беру и пены, и шампуни, у меня, ну, все, что можно брать в Арифлейме, я все беру тут, вот, я ничего не беру, там, беру и детскую, и мужскую серию, все средства гигиены, там, лаки, там, блески, помады, все такое, вот, я подсадила на продукцию всю семью, у меня уже и мама, вот, все время этот, да, фото мое, вот, и мама берет все только, как бы, через Арифлейме, она и своих коллег подсадила, там, всем очень сильно нравится вот дезодорант, который, сил, который замедляет рост волос, вот, и сестра своих, там, коллег подсадила, и, как бы, ну, проблем вообще, вот, сейчас проблем с личными заказами у меня вообще нет, у меня бывает, я уже думаю, боже мой, как бы сократить этот заказ, потому что иногда бывают заказы 300-350 баллов, и, как бы, уже очень много, уже как-то думаю, как делить, там, где, на какой, там, на мужа аккаунт перебросить, так, чтобы немножко меньше было у меня, вот, в садик нет, у меня сейчас дети в садик, ну, как бы, младшая вообще еще маленькая не ходит в садик, как бы, 2 года и 3 месяца, вот, поэтому в садик мы не ходим, вот, а старший, как бы, сейчас 4, но у нас, ну, наверное, не знаю, только у нас, наверное, такой интересный город, у нас летом садики не работают, поэтому дети у меня сейчас в садик не ходят, вот, мы сейчас на море ходим, тут, как бы, такое, вот, вот, там, тогда, когда вот я еще зарегистрировалась, когда немножко вот во все это вникло, у меня была, как бы, такая идея фикс, я очень-очень сильно хотела попасть на банкет директоров, вот, так сказал Сократ, самый бедный человек не тот, у кого нет ни гроша в кармане, а тот, у кого нет мечты, вот, у меня была мечта, вот, самая главная моя мечта, ну, как бы, такая основная, то, к чему я вот я стремилась, это я, муж, нет, мы вместе не работаем, муж у меня тоже частный предприниматель, у нас, у нас есть, как бы, утренний рынок, и вот там вот у него точка, вот, и он работает, он отдельно работает, тоже частный предприниматель, но у него немножко другое, вот, за мужа я сама работаю, И вот мечта у меня была, и я не успела квалифицироваться на банкет директоров, чтобы именно приехать директором, но Анна Черна предложила мне, что вот можно приехать, есть свободный билет, приедешь или не приедешь. Я, конечно, сказала, что да, я приеду, я очень-очень сильно этого хотела, когда мне предложили, я скакала по квартире как бешеная, что я уеду на банкет директоров. Все вокруг это уже знали, и очень-очень сильно такая вот у меня мечта, которая была, и вот она осуществилась. Я побыла, я посмотрела, как бы, чего люди могут достичь, к чему самой нужно стремиться. На следующий банкет, я думаю, что уже поедем и с девочками, с нашими, да, и вот очень-очень сильно мне этого хотелось, и это я получила, да, как бы, если очень сильно захотеть, да, можно и в космос полететь. Ну, я вот, как бы, да, я по сути, я всегда так бы, ну, я стараюсь, как бы, негативно себя не принимать, а вот, как бы, мыслить позитивно. Даже изначально тогда, когда я зарегистрировалась, я воспринимала работу, как бы, ну, как игру. Вот, и, как бы, так, играя все это дело, как бы, ну, получится, получится, не получится, не получится, как бы, такого, но я была настроена на то, что у меня получится. Вот, изначально. Поэтому я работала, особенно тогда, когда увидела, что и девочки, да, как хобби такое вот. Так, тогда, когда вот изначально, когда я зарегистрировалась, я, конечно, по 8 часов в день не работала. Вот, у меня тогда, я же говорю, у младшей дочки было только один годик был, вот, естественно, что она не давала особо, как бы, так сильно много сидеть. У меня выходило примерно 3-4 часа, иногда там 5 часов было, вот, что у меня выходила работа. Вот, сейчас я уже немножко подросла, вот, и, как бы, и старшая подросла, они там, бывают, сами там играются, занимаются чем-то, я уже могу больше времени уделять работе. Да, ой, сейчас я, у меня слайд что-то тут завис. Ой, да, вот, самая краткая философия, концепция счастливой жизни состоит из четверек слов. Да, я этого хочу. Вот, сейчас у меня, следующее, чего я хочу, это вот, хочу, как максимум, я себе поставила срок до Нового года открыть звание золотого директора. Вот, сейчас я к этому очень-очень сильно стремлюсь. Вот, я постараюсь, как бы, себе ставить такие вот цели примерные, где что. Браузер называется Макстон, вот, тоже его можно скачать бесплатно. Вот, и там, тогда, когда скачиваешь, там он даже скрывает IP-адрес. Там, когда скачиваете, появляется такой голубенький смайлик. Вот, нажимаем на голубенький смайлик, и есть написано открыть изолированное окно и открыть скрытое окно. Вот, можно открывать, я вот включаю этот браузер, открываете скрытые окна, и сразу же там можно загружать разные странички. Так, ну, сам, я много браузеров перепробовала. Еще раз, вот, загружаете Макстон. Браузер называется Макстон. Там на смайлик голубенький нажимаем, и нормально. Он не грузит, он сильно, как бы, где смайлик находится, в левом верхнем углу. Да, Макстон, вот. Мне, он не тупит, как бы, ну, нормально он работает, мне нравится, как он работает. Вот, единственная возможность приблизиться к нашей цели, это постепенно двигаться к ней, да, мы, ну, здесь, как бы, и вижу, как бы, понятно, что сразу же, как только зарегистрировался, миллион через неделю на голову не упадет. Вот, некоторые думают, но я даже новичкам сейчас очень многим, как бы, пишу, что вот мы сейчас зарегистрировались, да, я запись веду. Мы зарегистрировались, но через неделю вы не спрашиваете, где там у нас, нет, можно там три странички, три или пять страничек можно открывать в Макстоне. Бывает, вот, девочки регистрируются и спрашивают, а когда у меня будет зарплата? Вот, очень часто, как бы, это спрашивают. Я сразу же стараюсь объяснять, что, ну, сразу-то не получится у нас зарплата, потому что тут мы бизнес свой строим, вот, и нужно немножко это, как посадить, вот, цветочек посадил, зернышко посадил, надо за ним ухаживать, а так и мы, вот, приглашаем, приглашаем людей, как бы, обучаем их, и постепенно растет наша структура. Да, денег хочется, конечно, всем, и хочется сразу всем, но тут уже такое, вот. Ну, я даже вот так вот читала, я открыла, вот, сейчас у меня здесь где-то еще было, частное предпринимательство я открыла через 9 месяцев, вот, после начала работы. Открыла через 9 месяцев, я, ну, получается, за 6 месяцев открыла звание директора, но потом мне почему-то казалось, что мне не хватит денег, чтобы оплатить там налоги, ну, как-то так мне казалось, все, я как-то не решалась открыть это частное предпринимательство, вот. Но потом тогда, когда у меня уже на объемной скидке было, по-моему, 11 тысяч гривен, я решила, что, наверное, уже мне хватит на все, вот, и хватит, чтобы оплатить их пенсионные, и хватит, чтобы оплатить налоги, вот, и я открыла уже частное предпринимательство, Первая зарплата, если честно, я думала, что первая зарплата будет, ну, где-то 2,5-3 тысячи максимум. Вот мне почему-то так казалось. А у меня первая зарплата получилась 4 тысячи 48 гривен, а потом следующий каталог уже на 500 гривен больше. Очень приятно тогда, когда зарплата за 3 недели раз и на 500 гривен выросла. Попробую на какой-то другой работе, чтобы на 500 гривен подняли зарплату за 3 недели. Иногда там люди годами работают, а зарплаты не поднимают им вообще, или вообще сокращают, уменьшают зарплаты, говорят, что вот надо затянуть пояски. Потом, никогда не рассказываем людям о своем плане, да, просто бери и делай, пусть они удивляются от результатов, а не от болтовни. Я когда зарегистрировалась, я никому не говорила, я мужу не говорила 3 месяца, где я там зарегистрировалась. Да, зарплату получаешь только тогда, когда официально оформишься, но если мы делаем вот свои 150 баллов, да, там с уровня 12% уже есть смысл делать свои 150 баллов, то она накапливается на этом, ну, внутри на скидку, на объемную скидку идет. Вот, и потом можно, скидка идет на товары не 18%, а 68%, тоже очень удобно. Вот, я вот никому не говорила, вот, 3 месяца я никому не говорила, вот, и тогда, когда я уже вышла на уровень 9%, то тогда я уже сказала мужу, что вот я работаю с Арифлейм. Почему я ему не говорила, потому что у него там есть какой-то его знакомый, он еще лет, наверное, 15 назад он начал заниматься Арифлейм, но он, ну, классический Арифлейм, и у него, как бы, такое было представление, что вот это тоже каталог, ну, как у многих, как у меня было такое же представление, что надо брать каталоги, надо вот это вот все время продавать и все остальное, ну, так как бы, поэтому я ему даже не говорила, потому что начал, мог бы начать меня отговаривать, а потом тогда, когда уже было 9%, то тогда я уже сказала. Еще такой был момент, там, как раз сборная Украины по футболу, она играла с какой-то там сборной, не помню точно именно, с какой командой играла, и Украина выиграла, у них 9-0, и я именно в этот же день вышла на 9%, вот. Счастья у меня, конечно, тогда тоже не было предела, я тоже скакала тут по квартире, вот, кто-то за футбол болел, а я скакала, кричала, что у меня 9%, это, каждого свое, у каждого свое, это. Поменять спонсора? Насколько я знаю, спонсора можно менять только в течение 21 дня после регистрации, вот, и там, ну, наверное, да, там, честно, я не спрашивала, не узнавала точно, как менять спонсора, знаю, что, по-моему, только в течение 21 дня можно поменять спонсора, вот, а потом надо писать уже заявление на аннулирование регистрации, и потом можно заново зарегистрироваться. Да. Поэтому, как бы, вот, спозитивно, я тоже, не знаю, зачем мне, ну, иногда бывает, что спонсоры, ну, начал работать, вот у меня есть девочки, которые пригласили, ну, кто-то начал вот работать, да, пригласила там 2-3 человека, а вот, знаете, закон подлости, из этих 2-3 человек именно один активный появился, и потом он сам тянет все веточки, вот, но с другой стороны, как бы, можно, они успешно, вот у меня есть девочки, которые успешно работают сами, вот, и тоже выходят, как бы, на уровне, да, немножко дольше, но, ну, как бы, можно и самому, да, как бы, делать это, мы же тут, как бы, ну, строим свой бизнес, как бы, сами за себя в ответе за наше, эти, вот, за наше будущее. Ну, со спонсором мы, но есть вышестоящие спонсоры, которые тоже помогают, вот, поэтому тут, ну, вначале, да, ну, мне со спонсором очень сильно повезло, поэтому мне повезло, что пригласила меня Анна Черна, мне повезло, что Наталья Качина меня подхватила, я помню, когда я еще только зарегистрировалась, я, ну, я зарегистрировалась, и мне сразу же надо было начать работать, вот, активно работать, а у Анны, я же не думала, что у нее такое количество людей, вот, и писала я ей на рабочую страничку, почему вы мне не отвечаете, вот, что это такой какой-то обман и все остальное, вот, как-то сейчас даже смешно вспоминать, а потом уже Анна мне написала, это моя рабочая страничка, тут я мигаю в сети, потому что работает программка, вот, а если задавать вопросы, то лучше на другую страничку задавать, я говорю, а тогда, может быть, в скайпе тогда лучше, вот, тогда у меня и в скайпе там целая куча людей, ну, я тогда, когда зарегистрировалась, я же не знала, какой тут масштаб работы, вот, поэтому я так старалась, ну, старалась все расспросить, вот, ну, а потом мне написала, на следующий день Наташа Качина написала, я ее, конечно, замучила сильно вопросами, ну, зато она мне дала всю информацию, я начала себе спокойненько работать, вот, желаю, вот, все, кто-то, вот, парень переступает через ступеньки, я вот желаю, чтобы вы точно так же перескакивали через уровни, так, с 3% сразу же на 12% и так дальше. Ну, да, конечно, как бы, если спонсор работает хорошо, свою веточку не развивать, то, как бы, это, ну, тоже все равно же не будет особого там толка. Звук есть? Да, вроде бы звук есть. Поэтому, ну, главное, как бы, рекрутировать, рекрутировать, приглашать, не забывать там делать свои личные заказы. Для некоторых почему-то личные заказы, кажется, чем-то там что-то из области фантастики, вот, как это так, это же я. Деньги буду вкладывать какие-то. Если новичок, ну, почему плохо? Нет, можно, если он хочет покупать со скидкой, пусть я покупаю со скидкой. Нет, я не психолог, я по образованию маркетолог, вот, училась я в Одесском государственном экономическом университете, специальность у меня маркетолога, в факультете международной экономики я училась. Как бы, ну, можно сказать, что я даже и работаю по специальности, хотя в университете про вот сетевой маркетинг нам практически ничего, как бы, и не рассказывали. Ну, такого, как-то, эту тему так обошли, там буквально была одна пара по этой, ну, как-то так, никто особо на этой, не циклился на вот именно почему-то на сетевом маркетинге. Ну, наверное, потому что, как бы, тоже и у наших преподавателей, которые рассказывают, у них немножко другое представление. Ну, у меня вот именно по специальности именно маркетолога я не работала, ну, я работала в рекламном агентстве, вот, и тогда, когда работала в военкомате, они мне сказали, что вот, если хочешь, можешь еще преподавать маркетинг, у нас тут есть ПТУ, если хочешь, говорит, мы можем тебя туда пригласить, будешь преподавать там маркетинг, ну, как-то вот преподавателем я быть не захотела. Вот, поэтому, да, точно, вот, будущее за сетевым бизнесом. Ну, вот, для меня особо, вот, для меня какой-то проблемы, там, не было то, что вот надо брать продукцию, вообще никакой вот проблемы не было. Ну, надо, да и надо, но какая разница, где мне брать, вот, в том же супермаркете копейка, да, или тут, тем более, еще и со скидкой 18%, а в копейке у меня скидка только 5%, вот, а тут сразу же 18%, а там за 3 года только дали скидку, с 3% вышло до 5%. Вот, поэтому, как бы, я без проблем, я брала продукцию, для меня это не в иную, и девочки, те, которые вот начинают активно работать, по-моему, для них тоже это абсолютно не проблема, да, самое легкое, это сделать свой заказ, сделать себе заказ, и все, галочку поставил, вот так, заказ я сделала, теперь дальше иду рекрутировать. Вот, ну, как-то. Да, и самое приятное, у меня начинается все время каталог с того, что я смотрю, как бы, чего бы мне заказать, добавляю себе, бросаю сразу же в корзину всего, чего я хочу, вот, делаю заказ, и потом я себе уже дальше работаю. Ну, как лучше рекрутировать, я же говорю, по своему примеру, я рекрутирую ВКонтакте, вот, именно через приглашение. Так, а не надо же набирать свой личный, когда вот вы только регистрируетесь, набирайте 100 баллов, зачем набирать 100 баллов своего заказа? Вот, ну, можно делать, вот, я когда сделала первый заказ, я сначала сделала на 21 балл, я сделала, как бы, то, что мне надо было, потом дальше там я еще что-то, ну, себе помню, что там еще мне надо было, я еще что-то дозаказала, вот, никто же не говорит, делай сразу 100 баллов, это, ну, это накладно получается. Зарплаты, да, на банковскую карточку, на расчетный счет я открыла, и я отправляю на банковскую карточку. Примерно, какой шаблон предложения? Я сначала пишу коротенькое, ну, какие баллы аннулируют? Ну, баллы, да, мы тогда, ну, начинаем, вот, понять, что баллы мы набираем за один каталог, ну, нам же платят за каталог, правильно, вот, зарплату нам же, если баллы будут копиться, то фирма разорится, если она будет нам платить все баллы, как бы, те, которые мы набираем каждый каталог, вот, и будет с этих баллов платить процент. Конечно, они же нам платят процент от товара оборота за каталог, который мы сделали. Вот, поэтому, ну, сначала тогда, когда я регистрируюсь, мне сразу сказали, что не надо делать никаких там заказов каких-то умопомрачительных, Делай только то, что надо и строй структуру. А потом тогда, когда уже вышла на уровень 12%, то тогда я уже начала работать. В принципе, я уже все рассказала, что я хотела сказать. Все самое такое основное. Такие вот моменты именно по рекрутированию. Это, наверное, лучше на школу новичка заходить. И там все нам объяснят. Ну, как бы приглашать, общаться с людьми. Спасибо, что вы меня послушали. Было очень приятно видеть так много людей. Надеюсь, что я вдохновила вас, поделилась какими-то своими идеями работы. Все, всем спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok